Ребята, в этом же уроке я бы хотела с вами поделиться. Очень классная формула, я ее разработала для работы со своими клиентами. Эта формула называется формула насыщения. Как комбинировать нутриенты для любых приемов пищи, чтобы вы действительно чувствовали сытость. Смотрите, очень просто. Сытость равно, или насыщение равно белки, плюс жиры, плюс углеводы, плюс клетчатка, равно долгосрочное насыщение. Сейчас я вам все объясню. Можете сразу смотреть картиночки, которые у меня представлены в этом уроке. Там все у меня объясняется. Смотрите, такая формула действует для любого приема пищи. Допустим, возьмем стандартный основной прием пищи. Белок, что это может быть? Это может быть рыба, мясо, птица и так далее. Допустим, у нас кусочек рыбы, плюс углеводы, плюс... Ну что мы возьмем? Давайте рис возьмем с рисом. Белок, плюс углеводы, плюс жиры. Какие жиры мы здесь можем взять? Мы можем взять жиры в составе салата. Это будут у нас растительные жиры, полинасыщенные жирные кислоты, плюс клетчатка. Клетчатка это у нас будет сам салат, сами овощи, которые пролонгируют сытость. Вот видите, что мы берем? Мы берем белок, затем мы берем нерафинированную крупу, которая пролонгирует сытость за счет клетчатки, которая в ней содержится. Мы берем масло. Масло тоже, оно немного молекулы масел, жиров, достаточно большие. Расщепляются они долго, особенно если говорить о насыщенных жирах, которые, кстати, у нас, если это кусочек мяска, то в кусочке мяска они содержатся, да, в кусочке курочки она содержится. Они всегда продлевают насыщение жиры и плюс клетчатка, которая еще продлевает насыщение. То есть, видите, у нас получается такое вот, да, пролонгированное длительное насыщение, да. А если мы возьмем, допустим, один белок плюс клетчатка, кусочек рыбки плюс овощи или плюс овощи на пару, здесь такой долгой сытости не будет. Значит, это будет блюдо более легкое, допустим, его можно выбрать для ужина, да, для легкого ужина, можно для ужина после тренировки. Тот же самый омлет, самый легко усвояемый белок плюс клетчатка, овощи на пару, да, чем более у нас клетчатка термически обработана, чем более она мягкая, тем больше, быстрее она усвоится, соответственно, да, что нам и нужно. Мы получаем более легкое блюдо. Вот с помощью таких вот, на первый взгляд, таких нехитрых способов можно очень комфортно формировать все свои основные приемы пищи. А если взять, допустим, десерт, если взять, давайте, в качестве десерта мы сейчас возьмем фрукт. Вот съели вы фрукт, да, это простой углевод плюс клетчатка, да, вот эта оболочка, допустим, яблоко, да, все вот это тверденько, это клетчатка в яблоке. На сколько времени нас насытит яблоко? Ну, максимум минут на 20-25, если это прямо такое вот большое яблоко, 200-250 грамм, да, большое вкусное зеленое яблоко. Как только мы добавим к яблоку орешки, а орешки это источник чего? Да, яблоко это у нас углевод, это источник белка, то есть формула у нас добавляется сразу белок. Орехи это растительный белок, который усваивается долго, который усваивается намного труднее, чем любой белок животного происхождения и намного дольше усваивается, чем любой белок животного происхождения. То есть мы добавляем такой долгий белок, который у нас будет долго усваиваться. Плюс орехи это всегда источник жиров, да, если это грецкие орехи, это источник еще и полиненасыщенных жирных кислот. Мы добавляем жиры. То есть, видите, мы получаем всю нашу формулу. Да, кстати, орехи это плюс еще и клетчатка. Они твердые, плюс еще и клетчатка. Мы получаем всю нашу формулу. Белки в орехах, плюс углеводы в яблоке, во фруктах, плюс жиры в орехах и плюс клетчатка в орехах и в яблоке. Пожалуйста, вам долгосрочная сытость. На конкретных примерах банан, плюс различные виды орешков. Вот, пожалуйста, вам долгосрочная сытость. Яблоко очень хорошо сочетается с миндалем. Ну, вот такие вот сочетания. Даже тот же самый горький шоколад, который является простым углеводом, плюс насыщенные жиры, какао, жиры какао, какао-масло, это насыщенные жиры, даст намного дольшее насыщение, если вы скомпонуете этот шоколад с не жареным. Не шоколад с жареными орешками купите, а скомпонуете горький шоколад с не жареными орешками отдельно и, допустим, с кусочком какого-то фрукта. Будет вкусно и будет более долгосрочное насыщение, чем вы просто съедите вот такую вот, да, долечку шоколада. И вообще даже шоколад просто с орешками, которые вы отдельно съедите, даст вам намного-намного дольшую сытость, та же самая, да, все по формуле сходится. Просто когда мы добавляем фрукт, мы добавляем еще и источник сахаров натуральных, а в шоколаде у нас сахара какие добавленные. Вот, поэтому читайте внизу, у меня много-много написано про формирование своих приемов пищи. И я уверена, что вот эти все формулы и метод ладошек, и метод тарелки, и метод вот формулы насыщения, он обязательно вам поможет формировать свой здоровый рацион с минимумом добавленных сахаров и максимумом полезных, действительно нужных для вашего организма нутриентов. Читайте и выполняйте обязательно задания.